Дорогие друзья, все рассаживаются по местам. Мы вас рады приветствовать на нашем семинаре. Как я сегодня говорил, здесь собралась илита журналистики, потому что люди, которые учат на экономические темы, это очень редкие люди среди журналистов, очень серьезные, вдумчивые. И думаю, что это самые такие крутые журналисты, которые есть у нас в Алтайском крае. Я очень рад, что здесь есть не только представители городских СМИ, но и районных. Это тоже очень радует, потому что важно сейчас в наше время людям объяснять, как им управлять своими собственными финансами. Даже если это небольшие финансы, все равно у людей и есть, и люди сталкиваются с проблемами, на которые мы должны с вами всегда давать нам нормальные ответы на их вопросы. Как-то им объяснять, как жить в нашем меняющемся мире. Мир в виде меняется очень кардинально, и то, что было, допустим, год или два назад, уже совершенно все устарело. И сегодня у нас с вами семинар называется «Реализация государственной программы повышения финансовой грамотности населения». То есть повышение финансовой грамотности населения. проводится при поддержке у нас комитетов администрации края по финансам, налоговой и экономической политике. Я сейчас скажу несколько организационных моментов, чтобы вы знали, что зачем, и начнем наши семинары. То есть, во-первых, мы с вами находимся вот в этом зале. Этот зал полностью автономный. Здесь есть все. Вот здесь есть туалеты. Здесь мы будем вас кофе-брейк проводить. Но у нас с вами намечен обед. Обед намечен в час 30 до 14-15. Он будет проходить не здесь, а у нас на Короленко. То есть надо будет за это время, за 45 минут, сходить, там будет накрыто все покушать и обратно вернуться. Таким образом, наш семинар разделен на две неравные части. То есть в первой части мы послушаем больше финансовой информации от таких людей, как у нас будет выступать Павел Владимирович Детятев, заместитель комитета по финансам и налоговой кредитной политике. Потом у нас небольшое изменение произошло. Тут у вас в программке написано, что выступает Алла Стефановна книга, но поменялись они с томичами. То есть Сергеевич Михайлович, руководитель проекта «Ваши личные финансы» из Томска, наш гость, он выступит вперед, а потом Алла Стефановна. После этого, вот этих теоретических занятий и практических занятий с вами поработают еще журналисты «Алтопресса». Которые расскажут по большому счету универсальные истории, которые можно применять не только к финансам, но и к любым другим большим таким вопросам. Здесь у нас будет выступать Надежда Юрьевна Сколонна и Павел Демин. Это редактор отдела политики, редактор отдела экономики «Алтопресса». Они вам расскажут, как работать с большими базами данных и другими электронными источниками информации. То есть это тоже очень важно, где их брать, как с ними работать, куда их потом вставлять. Дальше мы плавно перейдем в интернет, потому что сейчас все больше развивается это направление у нас с вами, и это наши смежные вещи, мы не только же газетчики с вами, но и теперь уже интернетчики. И здесь вам Олег Копылов, который главный редактор сайта «Алтопресс.ру», расскажет, как подавать эту тему финансов на сайтах, а также в соцсетях, как работать там, как публиковать это все счастье. После обеда у нас будет большая работа, которую покажет Евгений Бобров. Это достаточно очень серьезная такая вещь. Он вам расскажет, как эти материалы можно представлять не только при помощи рук, но и при помощи иллюстрации. То есть это будет большой доклад со многим количеством картинок и с большим количеством объяснений того, как можно работать с этими цифрами в инфографике. И в принципе, что самое интересное, мы вам все эти презентации, которые сегодня будут, и плюс ко всему дополнительные презентации, которые нам дал Комитет по финансам, закатали на диски, и эти диски вам после обеда будут розданы, там все это будет. Единственное, что, конечно, то, что будут говорить здесь, это тоже важно, это не только картинки, это еще и то, что вам люди говорили, все это будет заниматься на видео, все будет проходить у нас, вот здесь камера стоит, и потом на сайте Altapress.ru появится статья о том, что вот это произошло счастье, там будет фильм про то, что мы снимаем. То есть по большому счету все выступления будут сняты, и там они будут. Когда вы получите диски, на этих дисках будут презентации, там в папочке презентации Altapress будет, помимо самих презентаций, еще небольшой файлик доковский, в котором просто будет адрес того материала, который еще не написан, но адрес уже существует. Он будет доступен после понедельника, ну то есть мы подготовим, все сделаем, понедельник его публикуем, и там вы получите еще и видео всего, что здесь произошло. Ну а теперь я представляю слово Павлу Владимировичу Тятятеву, заместителю представителя комитета администрации края по финансово-налоговой и кредитной политике. Он сейчас вам все расскажет. Вот смотрите, вот там за трибуной лежит еще один микрофон, с него лучше говорить. Это для того, чтобы хорошо записывалось на наши все выступления. Спасибо. Спасибо, Андрей. Микрофон как-то закрепить, поставить. Нет, не нужно, можно же. Вы видите рукаю? Да, он у нас крутится. Ну ладно. Ваш комментарий включает? Главное не заберет. Уважаемый коллега, всем добрый день. На самом деле какое-то особое волнение я испытываю, потому что, наверное, уже 15 лет работаю в финансовом органе, в краевом, но перед таким количеством журналистов выступать ни разу не приходилось, честно говоря. Поэтому, с одной стороны, волнение, а с другой стороны, нам очень интересно посмотреть, посмотреть, что у нас из этого всего полночного депутата. Можно признать, пожалуйста? Буквально несколько слов о проекте. В конце 2013 года Алтайский край, так же, как и еще 9 регионов российских, вошел в проект, реализуемый правительством Российской Федерации в лице Минфина и при поддержке Всемирного банка по повышению финансовой грамотности населения. Я не буду останавливаться сейчас в деталях самого проекта и самой программы. Программа, в принципе, разработана, выгружена нормативным правовым актом администрации края. Она написана по всем бюрократическим кармонам. Там цели, индикаторы, показатели, как дальше будет опубликовано. Вы можете к ней обращаться, смотреть сейчас на это время тратить не будем. Вкратце скажу, зачем мы это делаем, для чего мы вообще эту тему затеяли. Ну, как и прежде всего, для полтайского края, может быть, как не для такого другого региона, сибирского в частности, характерно очень высокие репертуальные проникновения банковских и финансовых услуг на его территории по количеству долг в воздухе, по количеству услуг, которые отразят. Это, с одной стороны, за последние пять лет, если не считать, период сначала 2014 года, интенсивность кредитования населения, она росла в высокий момент, по 30-40% ежегодно. Кредитная масса только в жизни перерастала. С одной стороны, с другой стороны, качество вот этих долгов, особенно на фоне сегодняшних всех событий, оно, кстати, ухудшается. Сегодня мы наблюдаем то, что кредитный портфель банком и кофе с лицем снижается, с одной стороны сжимается, с другой стороны, уровень просрочки вырос. Он очень существенный, с 5 до 9% от объема портфеля. В этой ситуации, конечно, плохо всем. И домохозяйством, и самим финансовым институтом. То есть, и экономике в целом, это не способствует ее развитию. И общество в целом тоже страдает. Поэтому, так сказать, это один из портфель. На следующем слайде показаны индикаторы, которые в целом подкорезуют, наверное, наше финансовое поведение. В-третьих, примеры из жизни уже, за ними далеко не рады, вы, наверное, сами пошли меня, можете привести. Это и прошлогодняя история с девальвацией рубля, когда досиденье вылетало. С металла все сколок, там, магазинов, боковой техники, по два, по три телевизора драли. Ну, наверное, сложно сказать, помогло это сберечь им свои деньги, ну или нет. У каждого, наверное, найдется знакомый, который по уши в долгах. И нет, нет, да еще и просит выступить поручителем, возможно. Что касается пенсионного обеспечения, я думаю, если у любого в зале спросить, что он думает о размере своей будущей пенсии, будет ли он доволен, и как он сейчас считает. Ну, наверное, у каждого ответит, что нет. Если задать следующий вопрос, а что он делает для того, чтобы такие ситуации, ну, как-то выглядело в будущем иначе, делает ли он что-то сейчас для этого, ну, наверное, тоже ответы прозвучит отрицательнее. Вот. Есть совсем ужасные, вопиющие случаи, да, ну, буквально в октябре, в начале октября, тоже тут недалеко от нас, где-то в ободками с ним проходило, что женщина свела счеты к жизни, ну, поскольку золотарилась в своих долгах. Можно эти ужастики, как бы, дальше тоже продолжать, а я просто это все к чему? Что финансовая грамма – это все-таки не набор вот этих вот показателей, макроэкономических, вот этих, может быть, индикаторов. Это история, ну, про каждого из нас. Про наших родителей, про нас, про наших детей. То есть это вот те знания и навыки, следуя которым, ну, мы сами обезопасим себе вот определенных ошибок, определенных рисков, а в конечном итоге, наверное, как-то это должно улучшать наше благосостояние, степень комфортности нашей жизни. Ну, а, если уж так, пафосно, сделает нас счастливее. Вот, а что мы хотим? Вот, Анна любит стараться, следующий слайд. Вот, как бы, здесь мы на экране же ходим пасом, на определение понятия, которое мы руководствуемся, когда характеризуем финансово-грамотного человека. Мы не ставим свои цели, допустим, воспитателей, там обучить большое количество, там, суперуспешных трейдеров на рынке ценных домов. То есть нет такой задачи, да, но мы считаем, что важно донести, как бы, сегодня до человека, что очень важно ввести личный учет, там, доходов, расходов, отсюда делать выводы, что ты можешь себе позволить, что ты не можешь себе позволить. Очень важно грамотно подходить к городу, там, своего финансового партнера и строить с ним отношения. Очень важно знать, что делать и куда обращаться, если что-то вдруг пошло не так, боевые взаимоотношения с финансовым институтом. И самое, наверное, главное, потому что тоже очень важно понимать, что ответственность за принимаемые решения в сфере финансов, это личная ответственность человека. В принципе, государство здесь может только помогать, не способствует как-то вот показывать, что такое хорошо, что такое плохо. Но те последствия, которые бывают очень часто чувствительные, даже дубительные, за них человек отвечает сам. Мероприятия нашей программы, они достаточно широкие, нацелены на разные категории граждан. Это вот и разводы со взрослым населением. Так совпало, что сегодня, 23-го, в октябре, в пятницу стартуется российская акция в виде недели распоряжения. Там 70 специально подготовленных человек, мы их называем, длитров, сегодня в крае и в течение всей следующей недели на 40 площадках будут вести работу по тематикам, которые я старался выше обозначить. Сегодня также мы принимаем участие в старт этой недели, кроме нашего семинара, даст всероссийский экзамен финансовый, грамотный институт тоже, как бы работает. Каждый из вас на онлайн-площадке Сбергейн.ру может тоже свои силы попробовать, посмотреть, поучаствовать. Там же очень много разнообразных интересов и символизмов. Отдельная работа, мы считаем, что центральными мероприятиями это является работа с молодежью в школах и вузах. Может быть, слышали, что с октября, именно с конца сентября у нас стартовал курс учебных, 17 учебных заведений, это не только в сельской школе, в вузах края тоже у нас успешно на фракуации федерального курса прошла. И, наверное, не менее таким важным сегментом работы этих мероприятий нашей программы является работа по информационной компании, работа со СМИ и с медиа. Ну, собственно, вот зачем мы вас сегодня собрались, вот этот путь программы, которые мы сегодня пытаемся начать реализовывать. Андрей уже говорил, мы сами постарались программу сегодняшнего семинара, сделать так, чтобы ей вот как раз видеть проблематика в целом, и самим выступить в роли слушателей тех самых курсов, которые наши подготовленные люди рассказывают гражданам, да, и посмотреть, как это делается в любитой георгии, в том, что уже большой путь в этом смысле прошел, и очень ценно, что они сегодня приехали, покажут, как они вопросы решаются, как можно эффективно решить такие задачи. Вот, интересно, я думаю, будут доклады с точки зрения построения инструментарий, как можно работать с тем набором информации, которые сегодня есть, и как эффективно подсвечивать книги, доносить до сознания читателя ту или иную тему. В раздатке у вас тоже постарались так, чтобы были качественные материалы, наверное, максимально отмокуальные, которые разработаны сегодня в рамках проекта, вот, с тем, чтобы по возвращению домой могли там обращаться, смотреть, как я использую, как опираться на них и так дальше. Вот, я сильно надеюсь, что коэффициент полезного действия нашей сегодняшней встречи будет достаточно высокий, что вы станете нашими союзниками. Практика показывает, что, ну, ни один человек с ним, вот мы в рамках проекта начали взаимодействовать, и здесь очень такое мышное, нежелестное взаимодействие, вот и по линии образования, по линии высшей школы, там, с регионами и так дальше. То есть, ни один человек, тот, кто погружается, не остается равнодушным, то есть, как минимум, что-то полезное выносит для себя, для своей семьи, ну, и еще не получается что-то вокруг для всех нас делать полезным. Поэтому, я в завершение желаю акцент по доктору на сегодняшнюю работу, ну, и финансы делать, конечно. Спасибо. Большое спасибо. Это был Павел Владимирович Детягев. Андрей Павлович, если есть вопросы, я готов на них ответить. Вот сейчас задавайте, потому что человек не то, как Вы понимаете, он может сказать... Если появится позже, то, в принципе, и я, и команда по нашему проекту, мы доступны не только сегодня, а вообще в любой рабочий день. Поэтому можно к нам обращаться с вопросами, с предложениями и там дальше. Я еще хочу Вам такую вещь сказать, что мы совместно с комитетом, наш издательский дом на сайте «Алтопресс.ру» мы ведем эту же работу по повышению финансовых границ населения. Там вот с таким вот значком, если Вы видите на «Алтопресс.ру», у нас есть такая закладочка прямо в меню. Если Вы зайдете, там есть материалы. Что самое удивительное, материалы кажутся... Ну вот всегда говорят, что на тему экономики люди читают мало. Ну то есть это серьезная тема, не хотят читать, это же не убийство, не спорт, ничего такого веселого нет. Но удивительно, что вот к этим материалам там по полторы тысячи просмотров, по две тысячи просмотров, две, по-моему, нет. Это приближается некоторые уже ближе. То есть они стоят долго, и у нас еще идея такая, что это материалы, которые интернет же вечен, то есть можно по поиску находить. Люди обращаются дальше, дальше, и материалы набирают сами по себе. Так что Вы не стесняйтесь писать у себя, потому что вот всем кажется, что это тема унылая. Если это красиво подать, интересно и вкусно, то это очень захватывающая тема, потому что деньги всегда всех волнуют, особенно свои. Вот. И сейчас мы предлагаем Вам послушать опыт наших томских коллег. Сергеич Михаил Сергеевич, это руководитель проекта «Ваши личные финансы», заместитель представителя комитета государственного долга экономического анализа, начальника отдела экономического анализа департамента финансов Томской области. Они работают с этим уже давно, что самое интересное. Добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарен организаторам за возможность выступить в той представительной аудитории. Объясню, почему, наверное, нас пригласили. Мы имеем опыт по работе с населением по финансовой грамотности с 2010 года. Как-то у нас так исторически сложилось, что мы уже очень давно работаем в этом направлении. И потом мы еще подключились в федеральные проекты. Рады этому. Потому что это для нас открыло новые возможности. И вот моя любимая фраза – это такая получилась синергия нашей, то есть нашего опыта и федерации. И мы двигаемся. Поэтому я почему говорю коллеги, потому что я еще являюсь главным редактором того журнала, который раздали вам на столах. У вас есть журнал наш ежемесячный. Он выходит у нас в Томске уже на протяжении 5 лет, с 2010 года. Когда-то мы это начинали, не думали, что это так все пойдет серьезно и стабильно. Это превратилось в ту тему, которая интересна. И на самом деле мы сталкиваемся, наверное, с тем, с чем вы сталкиваетесь. Потому что необходимо искать информационные поводы. И как мы это делаем, я сегодня постараюсь рассказать. И очень надеюсь на интерактив. Потому что, если вы будете задавать вопросы, я буду делиться опытом. Потому что у нас достаточно большая такая уже не скажу, что инфраструктура, а у нас экс-система, как мы уже называем, сложилась. У нас весь проект реализуется под брендом «Ваши личные финансы». У нас выходит журнал, у нас есть тележурнал, который я сегодня вам тоже покажу. У нас есть портал «Финансовая грамотность», у нас проходят публичные мероприятия, и у нас выпускаются справочные различные другие материалы. У нас проходят, если сегодня чуть-чуть коснусь, у нас есть конкурс среди финансовых организаций. Это единственная российская премия, где финансовые организации участвуют все, которые работают на регионе. Некоторые, я думаю, финансовые организации с радостью бы нам заплатили, потому что они там не участвуют, потому что население дает отрицательные отзывы. И человек может, ну, просто прежде чем воспользоваться услугами этой финансовой организации, он может зайти на наш портал финпрестиж.рф, сегодня я чуть-чуть расскажу о нем, и увидеть эти отзывы. У нас очень такая сложная работа, но я надеюсь, что наши коллеги с Алтайского края в ближайшее время нам присоединятся, потому что в этом году к нашей премии присоединился Калининградский край, и уже теперь это премия не только Томской области, но это уже такая межрегиональная премия, которую мы стали тиражировать нашим коллегам. Мы потому что считаем, что у населения должен быть независимый взгляд на все финансы. И когда мы с вами говорим, это один из дополнительных информационных поводов, которые вы можете использовать в своих материалах. Так, может быть я буду просто нажимать? Да, да. Я постараюсь так вот интерактивно. Проблематика. Какая у нас проблематика, с чем мы сталкиваемся? Я думаю, вы тоже сталкиваетесь, когда мы говорим о теме финансов. Тема финансов, она не интересна. Тема финансов, она интересна только в тот момент, когда происходят какие-то криминальные в основном события. Губернатор Сахалина, да, там стоимость часов. Ну вот какие-то вот такие темы, все остальное. Хотя тема интересна в том, что, как Павел Владимирович сказал, мы о финансах своих думаем каждый день, но население неинтересно читать, слушать, думать. Потому что, и поэтому у нас, когда мы работаем со средствами массовой информации, они говорят, они нам рейтинг не дают. Люди не хотят задумываться. И поэтому мы не будем ставить, если мы говорим о телевидении в правильное время, мы не будем писать. И самая проблема в том, что нет качественных журналистов. Эту проблему я сейчас чуть позже расскажу. В регионе мы открыли для себя школу финансовой журналистики, где приглашаем в том числе экспертов, можно сказать так, федерального уровня, которые работают с нашими журналистами и рассказывают, как можно вкусно и интересно подать эту тему. На самом деле, вот эта вот картинка, это мы сделали, вот эта вот единственная еще проблема, когда у нас возникает, когда мы работаем, особенно это с телекомпаниями, они говорят, что я покажу в картинке. Потому что всегда необходимо создавать сюжет, говорящий, голова им неинтересно. И вот этот момент пересчета денег, он по опросам находится где-то на том же уровне интереса. Население любит смотреть, когда считаются деньги или монеты, точно так же, как происходят катастрофы, наводнения, пожары. Все. После этого, как бы, весь интерес спадает. И картинку очень сложно найти для телевидения. Поэтому мы всегда придумываем какие-то информационные поводы. Какие вот у нас цели нашего вообще проекта? Мы привлекаем СМИ и общественность к вопросу финансовой грамотности. И мы в рамках нашего проекта «Ваши личные финансы» гарантируем журналистам, которые с нами работают, это достоверная, качественная и проверенная информация. Потому что, я надеюсь, что у вас такого нету, но вот у нас либо есть ангажированные финансовые организации, у нас нету таких вот независимых финансовых советников, которых можно было бы порекомендовать средствам массовой информации, чтобы они туда обратились. Потому что, к сожалению, все независимые финансовые советники, кто себя так называет в Томске, которые к нам приходят и говорят, давайте мы с вами будем работать или вот будем работать со СМИ, мне не кажется совсем маргинальным. Потому что я, говорит, вообще финансовым начал заниматься там два месяца назад. Вообще я подрабатываю там примерно сварщиком. Ну это была реальная ситуация. Но с предприятием я уезжаю на вахту. Но когда приезжаю, я становлюсь финансовым советником. Я… Поэтому я не готов гарантировать СМИ, что этот человек может им хорошую информацию давать. Что делаем? Мы создаем информационные поводы. Мы пытаемся создать, как я уже говорил, не тот информационный повод, но мы создаем еще какую-то информационную картинку, которая может здесь… Потому что для радио Software не нужна информационная картинка, для печатных СМИ не нужна информационная картинка, для телевидения эта проблема ей нужна информационная картинка. Поэтому вот здесь несколько фотографий есть. Что мы сделали? Это этого года несколько информационных поводов. Мы запустили по городу Томск, у нас троллейбус финансовой грамотности ездит. То есть у нас в каждом сидении, точно так же, как в самолете, за спинке есть карманы, где всегда есть свежий номер журнала «Ваши личные финансы». Есть также информационные плакаты по всему троллейбусу и точно так же мы размещаем информационные брошюры. Население. У нас там есть такой лозунг «А, ну вот его видно, прокатись и получись». То есть достаточно интересная картинка. Население во время того, как он едет в нужную ему точку, он получает какую-то финансовую информацию. Это хорошим является и информационным поводом, и для населения. Население начинает обращаться. Вообще цель нашего проекта мы не только обучаем, но мы пытаемся привлечь внимание населения к теме финансов. Потому что мы уже все говорим о том, что она скучная, всем кажется интересной, но у нас находится внутри нашего проекта лозунг «О финансах не скучно». Поэтому мы пытаемся всегда что-то интересно говорить. Вот это вот у нас есть такое ежегодное мероприятие, выставка-ярмарка «Ваши личные финансы». Опять-таки под нашим таким зонетичным брендом «Ваши личные финансы». Оно проходит всегда в апреле. И вот наш деревянный рубль. Кто был в Томске, он всегда стоял у нас там на площади Новособорной. Полтора года назад его убрали. И все гости, кто приезжал, спрашивали, а куда делся рубль. И мы сделали к этой выставке, мы с реставраторами договорились. Но на самом деле его вандалы там портили. И мы договорились с реставраторами, с хозяевами этого рубля. И мы его привезли на площадь перед Большим концертным залом. Это вот здание Большого концертного зала. И это была такая информационная кампания, как «Возвращение рубля народу». То есть и многие просто горожане уже соскучились к нему, приходили, делали селфи, размещались в социальных сетях. То есть мы сделали, мне кажется, приятность и полезность. Создание информационных поводов следующее. Недавно, в начале сентября, мы провели в Томске такую акцию. У нас была закупка методом тайного покупателя всех заведений общественного питания. Насколько они финансово грамотно обслуживают своих клиентов, то есть не уносят пластиковую карту. Мы проверили более 20 кафе и выявили, что всего лишь 3 заведения финансово-культурные, финансово-грамотные. И мы вот как раз провели, это у нас заместитель губернатора, вручает дипломы управляющему кафе. И все вот эти заведения в кафе получили наклейки на входной узел с логотипом нашего проекта. Здесь ваша банковская карта в безопасности. Ну, то есть население, заходя в это заведение, во-первых, видит наклейку. То есть мы такой создаем, как мы говорим, экосистему. Мы приближаем финансовую грамотность к населению. Потому что о финансовой грамотности очень сложно, а лицетворяя человеком. Когда ты говоришь теоретически, человек да-да-да, а потом в практической жизни он не может это применить. Сейчас мы пытаемся показать уже в нашей экосистеме, что такое финансовая грамотность и где она тебе может пригодиться. Мы считаем, что человек, когда точно приходит в кафе, он точно может быть уверен, что если он увидит такую наклейку, то он должен знать, что и проект повышения финансовой грамотности вашей личной финансы защищает его в данном конкретном заведении от каких-то мошеннических действий, которые могли бы быть. Потому что мы понимаем, да, там сейчас стоит всего лишь сфотографировать пластиковую карту с двух сторон. С одной стороны номер, с другой CVV-код. И ты на некоторых сайтах можешь купить, даже тебе не придет подтверждение смс, например, авиабилет. Там даже не приходит, то есть тебе необходимо ввести номер карты и в отдельном окне CVV-код. Все. Соответственно, любой, не даже недобросовестный официант или еще кто-то, завладев этими цифрами, могут нанести вред посетителям кафе. Даже хозяева этого могут не ведать. Следующее, о чем я говорю, финансовый престиж. Это уже четвертый год, сейчас у нас стартовала эта премия среди финансовых организаций. В этом году мы стали, ну скажу так, непровокационные, но такие, как мы говорим, называемые стишки-пирожки. Это дизайн рекламного баннера, который мы развешали по городу Томску, 3х6. И вот тут понятный такой стишок, там князь Мышкин не у банка занял деньги, по 2% в день и вот там, ну и там понятно, что думает Стаевский об этом человеке. Я, кстати, вот вчера прогулялся по городу и не увидел такого засилия микрофинансовых организаций, как у нас в Томске. Я хотел бы вас с этим поздравить, потому что у нас данная микрофинансовая организация, вот которая как раз дает взаймы до зарплаты по 2% в день, они появляются как грибы после дождя. И когда мы говорили о том, что вы понимаете под финансовой грамотностью и какая цель, я говорю, ну вот когда такие микрофинансовые организации умрут в своей естественной смерти, потому что клиентов не будет. Ну пока они вот, к сожалению, не умирают, а наоборот развиваются. Школу финансовой журналистики у нас уже прошло, то есть мы ее запустили где-то в 2012 году, сначала мы ее проводили с агенцией экономических новостей в Прайм, ну достаточно это было сложно. Мы находили различные совершенно методы взаимодействия с журналистской аудиторией. Вот здесь на картинке представлен выступающий, это руководитель службы экономической информации ВКТРГ Алексей Бобровский у нас там, рядом, Григорий Беглариан, спасибо. Вот он приезжал, то есть у нас различные, мы привозим туда тех людей, которых интересно послушать нашим журналистам, которые могут передать какой-то опыт в работе с экономической информацией, потому что иногда мы даем какую-то экономическую или финансовую информацию, мне кажется она интересная, вкусная, из нее можно сделать материал, но ее пропускают, потому что иногда не понимают ее ценности. И поэтому мы пытаемся вот именно в том числе и на таких школах рассказать о ценности этой информации, чуть позже я когда перейду к журналу, расскажу как мы работаем еще по донесению, это тоже мы получаем уроки на школе финансовой журналистики по инфографике, потому что мы пытаемся сложную информацию сейчас все больше и больше передавать инфографикой. Что мы превратили, как я здесь уже написал, что за эти годы мы, ну можно уже говорить, что наш проект «Ваши личные финансы» стал консультационным таким спикеринговым центром. Про консультации я уже сказал, о том, что ну вот в начале этого года у нас вступил действительный закон, когда банки обязаны возвращать там, если неправомерно списали у человека денежные средства с банковского счета, да, в течение там трех дней. А в том же разбираться все-таки, кто списал там правомерно, неправомерно, чьи это были все-таки нарушения или клиент неправильно ввел. Ни один банк не готов был это комментировать, потому что это было начало января, ни одна финансовая организация не давала разрешения своим филиалам это комментировать и до конца не понимали, как это все будет работать вообще. Даже не могли дать некоторые хотя бы пояснения журналистам, поэтому журналисты все пришли к нам и мы достаточно большому количеству там СМИ Томской и Томской области давали какие-то разъяснения. Мы становимся, то есть консультационные, то есть мы даем разъяснения по разным вопросам. То же самое сейчас личное финансовое банкротство и другие какие-то моменты законодательные, которые у нас происходят, мы как раз это комментируем. Спикера, ну то же самое, то есть если необходимо, что человек, который бы прокомментировал что-то в кадре или на радио или еще где-то, то есть мы тоже можем представлять таких людей, не просто консультировать, но и даем спикеров в создании контента. Мы уже о журнале говорим, вот журнал у вас представлен, у нас есть свой портал финансовой грамотности, вейлфин.ру, чуть позже я его немножко покажу. У нас достаточно много контента того, который мы накопили за все эти годы. У нас есть свой, вот как я уже сказал, телепроект «Ваши личные финансы», сегодня я тоже небольшой кусочек его покажу. Что мы делаем? То есть это программа, которая выходит еженедельно на канале «Россия-24», и где мы пытаемся в различных формах донесения, тележурнал это вообще у нас, мы пытаемся его сделать таким, чтобы это было интересно, не скучно, не занудно в течение 12 минут, ну там 4-5 сюжетов рассказать. Так, мы рубрику, ну тут это как бы о будущем, мы сейчас еще выходим на, вообще постараемся, наверное, выйти, но это для нас серьезные трудозатраты, на ежедневный режим работы с ГТРК от Утро-Вести Томска. То есть каждый день в утренний эфир мы будем давать где-то 40-секундный, 50-секундный какой-то контент, записанный у нас о финансах для населения, чтобы население понимало, что каждый день тем или иным образом те или иные ситуации всегда связаны с личными финансами. Что мы сделали еще? Мы провели межрегиональный конкурс, он стартовал в декабре прошлого года, закончился в апреле этого года, по финансовой грамотности, это видеоконкурс «Азбука финансов». Достаточно много пришло работы и с различных регионов России, и мы показали, в том числе нашим журналистам, как молодежь, потому что у нас там возраст был ограничен до 22 или 23 лет, можно вообще показывать тему финансов, финансовой грамотности. И чтобы было еще более показательно, как можно работать с финансовой информацией во время награждения победителя этого конкурса «Азбука финансов», мы привезли в Томск, мировую коллекцию, это впервые было в России, мы привезли сюда, это показ рекламных роликов Жан-Мари Курсико, которые, может быть, слышали «Ночь пожирателей рекламы», а мы провели «День пожирателей финансовой рекламы». То есть, ну это было интересно, все посмотрели, там на самом деле очень много видеороликов тех, которые, вот здесь просто представлен кадр, мой пин-код, мой секрет, очень интересный ролик о том, как надо все-таки скрывать свой пин-код, когда ты рассчитываешься о пластиковые карты в магазине. Что мы пытаемся сделать еще? Сейчас мы работаем, и у нас в ближайшее время, сейчас мы работаем на сценарии. Просто пытаюсь, думаю, понять, это я или нет. Мы сейчас работаем над квестом. Первым, кого мы хотим запустить в этот квест, то есть квест мы сначала очень долго думали, то есть мы хотели его сделать такого городского масштаба, то есть чтобы по улице. Но потом мы поняли, в силу разных, что возникает сложности, поэтому это будет в закрытом помещении, там будет разыгрываться сценарий. Первым, кого мы пригласим для того, чтобы решить эти все финансовые вопросы, это будут журналисты. Проведем на них тест-драйв. Ну вот мы сейчас в ближайшее время пытаемся также приобщить всех людей к финансовой еще грамотности, и по городу мы сделаем такую наружную рекламу. Это 10 финансовых заповедей, которые будут, ну то есть чтобы люди понимали, что есть такие финансовые заповеди, которые надо следовать. Так, ну собственно, вот моя презентация, хотел сейчас чуть-чуть показать нашу, ну вот, это наш портал, о котором я говорил, wildfilm.ru. Тут очень много разной информации, сейчас я вот зашел, то есть мы блоги ведем, тоже начали такую вот штуку делать, это тоже создаем такую экосистему. Говорить о финансах все время, учить это, вот это достаточно, ну скучно, то есть в какой-то момент человек просто приедается и все. Мы сделали блоги простых людей, которые, вот мы выбрали там круг авторов, у нас шесть человек, которые пишут какие-то свои жизненные ситуации, вот такой блог ведут о финансах, то есть рассказывают, с чем они столкнулись, с тем или иной ситуацией в жизни и которая связана с финансами. Ну, мне кажется, у них там неплохие просмотры, вот Андрей Галич, вот мы уже видим, там 729 просмотров. То есть вы можете зайти посмотреть, у нас здесь работает вопрос эксперта, достаточно активно люди у нас задают, вот задай вопрос эксперта, такая интерактивная рубрика, где могут люди получить комментарии. И если вот посмотреть, то у нас здесь подшивка всех наших журналов, которая когда-либо выходила в рамках нашего проекта, то есть можно посмотреть за все годы эту подшивку. Что хотел бы сказать, мне кажется, очень интересный момент, вот я сейчас перехожу в себя как в роли главного редактора этого журнала. Мы всегда интересно пытаемся информационные поводы придумать, потому что нам важно, чтобы, во-первых, это было интересно людям считать, да, то есть должна быть какая-то зацепка. С начала этого года мы стали проводить различные журналистские финансовые расследования. Мы пытались выяснять на примере, то есть наши журналисты, сколько стоит на самом деле микрофинансовая организация кредит. То есть получить у микрофинансовой организации договора вообще невозможно без того, чтобы ты пришел за ключевую. То есть у нас журналисты ходили, пытались получить заем в микрофинансовых организациях. Оказалось, что люди в Галстуке не могут получить, то есть у них это не их контингент, им отказывают. Потом мы все-таки, когда получили вот этот договор, увидели, что там если у тебя начинается просрочка, стоимость твоего займа достигает 9,5 тысяч процентов годовых. То есть и мы об этом рассказывали людям, то есть я опять-таки на своем примере. Потом мы проводили эксперимент, сейчас объясню, почему человек открыл обложку. Когда были проблемы с ОСАГО, мы проводили опять-таки тайного покупателя, можешь ты или не можешь купить без дополнительных опций полюс ОСАГО. И тоже проводили здесь расследование, как это можно сделать, например, одна из страховых компаний. Она, честно, тебе ничего не навешивала, но чтобы прийти и купить, надо подняться было на самый верхний этаж без лифта и пройти два поста охранника. Ну то есть это достаточно такой квест, чтобы купить такой себе полюс. Потом мы автоломбарды проводили расследование, как вообще это работает, система. Поняли, что некоторые автоломбарды работают примерно, и антураж, и такие же люди вот в Коженко, как еще и с 90-х. Было интересно, ну то есть обо всем этом рассказали. Вот эта обложка открыл. Почему? Мы провели расследование, ремонт нет букв. У нас город Томска, не знаю, как у вас, около каждого подъезда домофоны такими визитками. Ремонт компьютеров на дому и даны телефона. Мы столкнулись с тем, что нам позвонили в редакцию, что они обманывают людей. Приходят пожилым люди, которые там переустановить Windows. Это стоит услуга, они говорят, 500 рублей. В конечном итоге они выкатывают счет около 20 тысяч. Они пишут там, я тебе установил там 20 драйверов, что-то еще. И люди вот на это идут. И мы провели свое собственное расследование о том, как тут организация работает. После этого к нам стали поступать звонки, как с ними разобраться. Мы уже стали работать вместе с Роспотребнадзором по этой организации. Но вот мы пытаемся всех предупредить о том, что, я хотел сказать, что тема финансов, она может быть и связана еще с повседневной жизнью. Сейчас постараюсь найти еще здесь. Ну, я думаю, что посмотрите журнал вообще, что с собой представляет. Вы можете вот тех экземпляров, которые у вас на столе лежат. Вот, ну, визитки, я не знаю у вас, если есть такие вот, как раз это фотографии тех визиток, которые наши сотрудники собрали и сфотографировали. Вот этот материал, просто по ходу и дуло, на всероссийском конкурсе агентства по печати и массовой коммуникации первое место заняло, не помню, в какой номинации, как вот один из лучших материалов по теме интернациональных, как же, финансов. Ну, вот, инфографики, это наши сотрудники их рисуют. Здесь у нас есть такой департамент труда и занятости, который борется с серой заработной платой. То есть они к нам приходят и отдают, как мы говорим, кирпич такой вот, три листика, там, печатного текста со всеми нормативными актами, почему надо работать по трудовому договору или хотя бы по гражданскому правовому, и почему нельзя здесь серая зарплата. Ну, мы с ним говорим о том, что люди не будут так читать, поэтому мы переводим вот эту всю скучную, как нам кажется, информацию, вот такую инфографику, которую люди могут хотя бы понимать, там, и себе поспорить. Вот этот материал мы тоже сделали, рассказали, у всех бытует мнение, что вот в Европе можно там летать от страны в страну, там, за 30 евро, например. Ну, дискаунтеры, и мы тут рассказываем, вообще, какие подводные камни есть, ну, чтобы тоже не обольщались, что дискаунтеры, то есть, летают себе в убыток. И последний, наверное, момент у нас, уже сейчас второй год, у нас есть свой клуб юных финансистов, у нас там дети занимаются каждую субботу, мы с ними проводим те или иные мероприятия по финансам, то есть, сейчас у нас уже есть дети, которые перешли на второй год, мы с ними стали уже работать по бюджетной грамотности, мы их обучаем, что такое бюджет, и как это понимать. Так, это у нас более уже такие инвестсоветы, ну, все более подробно, больше, наверное, не буду останавливаться на журнале. Я, наверное, тоже не буду показывать уже свою программу, ее можно найти вот у нас в видео, ну, если интересно, я могу вот сначала показать, как у нас вообще проходится с ними. Давайте так, короткий сюжет просто покажем, если интересно, нет? Давайте я просто покажу, что у нас такое вообще представляет для себя. Там я снимаюсь, так получилось. Можно смотреть на деньги свысока, но ни в коем случае нельзя упускать их из вида. Антуан Франсуа Привол, французский писатель. Здравствуйте, это телепроект «Ваши личные финансы» и я, Михаил Сергеевич. После летних каникул начинаем новый сезон финансовой грамотности. И сегодня в нашей программе отмечены знаком качества. Каких кафе Томска можно не бояться расплатиться по безналу? Финансовый поворот в житейской ситуации. В новой рубрике программы «Взгляд финансиста на злободневные события жизни». Копейка рукой бережет. Экономить не значит жить бедно. Реальные советы, как разумно тратить деньги. В сентябрьском номере делового вестника «Ваши личные финансы». Динамичное развитие проекта повышения финансовой грамотности «Ваши личные финансы» принесло ощутимые плоды. Это и победа в международных бестижных конкурсах, участие представителей проекта в мероприятиях федерального масштаба, а также реализация новых идей. Труд журналистов проекта «Ваши личные финансы» был высоко оценен на двух профессиональных конкурсах. Телепроект с одноименным названием стал победителем на международном медиафоруме «Разум 21 век» в номинации «Программа по финансовой грамотности». А печатный деловой вестник «Ваши личные финансы» стал призером в номинации «Журналы» профессионального журналистского конкурса «Сибирь. Территория надежд». На этом победы не закончились. На всероссийском конкурсе молодых журналистов «Вызов 21 век» печатное издание завоевало сразу три победы в номинациях. В конце июля в Министерстве финансов России прошло заседание экспертного совета под председательством Алексея Кудрина, экс-министра финансов. В заседании принял участие руководитель проекта повышения финансовой грамотности в Томске Михаил Сергеевичек. Представители экспертного сообщества обсудили дальнейшую работу по продвижению мероприятий по финансовой грамотности в регионах и подвели первые итоги за 2015 год. Летом провел свой третий сезон в детский финансовый лагерь. В сентябре продолжает работу клуб юных финансистов и набирает участников. В этом году уже полсотни ребят захотели познакомиться с финансовой грамотой поближе. А 10 дней назад завершилась неделя финансовой грамотности «Финбум». Неделя оказалась крайне насыщенной. Это и старт народного голосования, премии «Финансовый престиж», открытые уроки в вузах и школах и впервые специальные лекции для детей из детских домов, которые также получили как художественную, так и методическую литературу для формирования уголка финансовой грамотности. Наш интернет-портал «Ваши личные финансы» полностью сменил свой облик, стал более удобным для пользователей, но остался по прежнему адресу. Рассчитаться в кафе банковской карты – дело, казалось бы, привычное. Только у меня, как у владельца карты, возникает беспокойство, когда мою карту уносит из зоны видимости для расчета. В рамках Декада финансовой грамотности, областным департаментом финансов и Координационным советом по развитию финансовой грамотности населения Томской области были выявлены томские кафе, в которых можно безопасно рассчитываться по безналичному расчету. Данное заведение получили сертификаты, как заведение с высокой финансовой культурой обслуживания. Такой сертификат, по сути, знак общественного признания и качества, теперь украсит одну из стен кафе «Лето». А его посетители могут быть уверены, что при расчете банковской карты здесь возьмут только ту сумму, которая указана в счете, а сама карта будет всегда в зоне видимости владельца. Проверку домских кафе на предмет безопасного безналичного расчета проводили методом так называемого «тайного покупателя». По статистике Центрального банка, в прошлый год примерно с банковскими карточками совершено мошенничество примерно на 1,6 млрд рублей. При этом задействованы реквизиты более 70 тысяч карт. То есть это абсолютно ненадуманная ситуация, это серьезная вещь. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше средств шло через банки, через электронные расчеты, чтобы это не были наличные деньги, чтобы меньше уходилось от налога, соответственно, чтобы это было все цивилизованно. Если вашу банковскую карту вдруг уносят из зоны видимости владельца, можно всерьез начинать волноваться. Ведь наличие кода «ЦВВ-2А» позволяет совершить покупки в интернете и без введения пин-кода. Например, злоумышленник может за считанные минуты и даже секунды приобрести билет на самолет, потратив деньги с чужой карты. По словам общественных ревизоров, из 20 проверенных заведений общепита в Томске только три получат сертификаты и право на специальную наклейку, которая гласит, что здесь можно смело использовать банковскую карту для расчета. Одна из причин, почему мы стали использовать мобильные терминалы, это то, что в последнее время очень много скопировали карты с чипами, и гости должны вводить пин-код. И гонять их каждый раз куда-то в парк, где находится стационарный терминал, вы сами понимаете, не очень удобно. Одной акцией проверки кафе дело не ограничится, обещают в областном департаменте финансов. И список по выявлению лучших заведений общественного питания остается открытым. Тем более властные структуры готовы и награждать, и поощрять за честную работу с клиентами. И, внимание, полезный совет. Сохранить свои безналичные деньги в безопасности можно, привязав банковскую карту к сотовому телефону. Тогда покупки через интернет будут совершаться только после получения вами СМС со специальным кодом, который потребуется ввести для списания средств с карты. В этом телесезоне мы открываем новую рубрику финансовую половину. Здесь мы будем давать советы в тех жизненных ситуациях, которые могут произойти в любой момент. Я, наверное, не буду продолжать уже. Понятно, я просто хотел общее представление сделать, там дальше уходит сюжет у нас. Ну, собственно, наверное, на этом я свое выступление закончу. Я примерно постарался представить, что у нас происходит по информационной кампании, по финансовой грамотности в Томской области. Я с радостью готов ответить на все ваши вопросы. А вот скажите, большая работа ведется, 5 лет этим занимается. А вот какие-то отработанные индикаторы, чтобы можно сравнить, есть ли эффект вашей работы? Понимаете, то есть согласен, очень интересный вопрос, спасибо. Индикаторов очень, может быть, много, наверное, а может быть и мало. Мы очень большую работу в этом проводим. То есть может индикаторами быть, в том числе, вот как Александр Михайлович сказал здесь в сюжете, количество безналичных платежей. Они у нас за эти годы серьезно увеличились. У нас растет просрочка по кредитам, но не меньше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. Люди стали, значит, более подходить ответственно к тому, чтобы занимать. Поэтому можем говорить, они нет одного критерия, вот я просто хотел сказать, что нет одного критерия, который бы говорил о том, что да, выгиб, наверное, в пути. Самое главное для нас это вот несколько критерий. Первый критерий, да, человек должен точно знать, куда он может обратиться, получить неангажированную консультацию. Мы создаем, вот, как я уже сказал, такой экосистем, то есть простой человек может задать на нашем портале вопрос, и он получит комментарии. Неангажировано какого-то финансового эксперта, да, по этим вопросам. У нас происходят юридические консультации. Для нас тоже очень важно, чтобы люди понимали, что их права защищены. То есть у нас, мы совместно с Роспотребнадзором открыли тот региональный центр нашей финансовой крамотности, и мы с ними, можно сказать, открыли такой принцип одного окна. Они к нам обращаются, мы совместно с Роспотребнадзором пытаемся решить какую-то проблемную ситуацию. То есть это нельзя сказать, что это один критерий. Но вот у нас есть масса критериев, по которой мы пытаемся вот как раз нашу финансовую грамотность продвигать. Спасибо. Спасибо, хороший вопрос. Финансирует его, естественно, государство. То есть без государственных денег невозможно ничего делать. потому что это социальный проект. Мы пытаемся следующее. У нас есть одно мероприятие, где мы работаем с финансовыми организациями. Мы их привлекаем спонсорами. Это выставка «Ваши личные финансы». Но за эти годы мы научились с ними разработать такой регламент работы, когда они подчиняются нашему регламенту работы, потому что с финансовыми организациями очень сложно работать. И мы пытаемся находить те компромиссные точки, когда они входят в наш проект, но решают наши задачи. Но, естественно, любой финансовой организации, какой бы она государственной, частной, ну то есть именно с части собственности были, им необходимо выполнять свой KPI. Когда они задействуют какого-то своего сотрудника, они с этого сотрудника требуют обязательно какой-то отдачи. Поэтому говорить о том, что они всегда будут направлены только на благое дело, просто повышение финансовой грамотности без реализации каких-то своих финансовых продуктов, ну не стоит. Поэтому мы пытаемся находить это все. Но мы прекрасно понимаем, что в данном этапе без доли государства это невозможно. Ну тут можно дальше уже продолжить эту цепочку. Почему это государство важно? Потому что люди, когда они необдуманные действия совершают, они берут кредиты, соответственно, платежеспособность падает, и люди совершенно не могут уже обеспечить себя, они впадают там, ну можно сказать, в депрессию, то есть они в долговую яму. У них 70-80% люди такие доходят, да, там, от ежемесячного дохода семьи тратятся на погашение кредитов. Соответственно, эта семья, она не может ничего дать новой экономике, и мы должны восхитить эту ситуацию. Поэтому почему задачи экономики, мы даже такие разрабатывали, то есть смотрели экономические модели, почему важно семье быть финансово защищенной. Потому что эта ячейка общества потом будет приносить пользу. Почему мы говорим еще, ну, то есть, вот Павел Владимирович в своем выступлении говорил о пенсии, да, то есть во всем мире вообще денежные средства домохозяйств являются основой долгосрочных займов всего. Вот мы очень много видим, да, в экономике все кричат о том, что у нас там очень короткие займы банки дают. Но у банков нету возможности длинного фондирования, да, вот я такой финансовый термин применю. Во всем мире длинное финансовое фондирование идет за счет либо страховых продуктов, куда домохозяйство опять-таки, то есть, ну, на пенсию, грубо говоря, вот у нас есть добровольное страхование, которое это, да, к пенсии. Это длинные деньги, соответственно, страховые компании могут это делать, а также это пенсионные фонды, которые у нас тоже не работают, и это тоже длинные деньги. И благодаря тем длинным деньгам, во-первых, население о себе заботится на пенсии, а потом не приходит государство и говорит, что я ничего не сделала. То есть, и, соответственно, государство может направлять уже свои расходы на какие-то более важные задачи, а не помогать, ну, там, не знаю, обманутым, дольщикам, еще кому-то, да, построить дорогу. И население помогает экономике развиваться. Поэтому, ну, тут такая задача, то есть мы начинаем с этого, а видим глобальную цель, к чему мы должны прийти. Я надеюсь, что нас не закроют. Ну, внутренне, да, то есть я скажу так, мы всегда редко бываем вообще довольны. Но это наше внутреннее состояние, мы всегда стараемся к лучшему, поэтому если мы уже будем довольны, то у нас не будет стремления к лучшему. Необходимо понимать, что даже вот обучая блогеров, и когда он выдает там еженедельник, это ежемесячный материал, у себя блогик популярный, и когда он вставляет несколько абзацев о том, что он понял и произошло, допустим, в жизни нашего города, региона, с точки зрения финансов, и он об этом написал, мы считаем, что уже цель та реализована, потому что раньше он вообще на эти ситуации не обращал внимания, соответственно, а через его материалы население тоже, мы надеемся, какое-то зерно какое-то поселится и в голове вот у граждан, которые будут читать его блог. Нет, блоги, это журналисты, это все. То есть мы говорим, то есть мы, понимаете, мы совместно работаем, то есть вот мы телекомпаниями, совместно с ними пытаемся придумать сюжет. С радиопрограммами мы тоже самое интересное придумаем какие-то программы, чтобы для радио было. Если это мы говорим о печатном материале, то есть это либо инфографика, либо опять какие-то комментарии, либо мы их направляем. Если это интернет, то тоже. Мы работаем очень сегментированно с каждым средством массовой информации, которое у нас представлено. Можно я напомню? Да. Школа финансов-журналистики так работает, да? То есть для журналистов это бесплатно. То есть все журналисты участвуют в рамках. Они собираются раз в год. Нет, 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 мы их... Я просто представлю, это Елена Александровна, это координатор мероприятий по улучшению финансовой грамотности у нас в Томской области. Это моя коллега. Мы проводим эти сессии где-то раз в 3-4 месяца. Спасибо большое за возможность выступить перед вами. Спасибо. Удачная работа. Мы едем в Томск и все. Это далеко, 5 сутки в 1. Большое спасибо нашим томским коллегам, потому что они коллеги, хоть они и работают в администрации, но они еще и журналисты. То есть это очень удачная вещь. Смотрите, почему я задал этот вопрос, потому что я до этого рассказывал в кулуарах историю. В Швеции есть такой институт повышения квалификации журналистов в поле. Он возник каким образом? Местный министр финансов, ну шведский, в 70-е, или по-моему, в начале 80-х годов страшно обозлился на журналистов, которые пишут, что попало про финансы. Он на них злился, злился, не знал, что делать. Потом стал премьер-министром, посмотрел на проблему ШИИ, потому что он стал, помимо финансов, вообще все знать. Он узнал, что большинство журналистов, которые работают в Швеции, они не заканчивали университетов. Они заканчивали, но у них другая система образования, они учились в колледже. То есть эти люди после 10-го класса, образно говоря, пару лет получились в колледже, 3 года, но с техниками, и пошли писать про финансы. Соответственно, он создал этот институт в городе Кальмар, туда люди ездят, учатся, ну там еще и в Стокгольме, а переобучаются. Этот институт сейчас вырос вообще в международный такой институт, в который приезжают и российские, и всевозможные другие журналисты, обучаются кучей вещей. То есть вот это очень интересная вещь, которую можно, в принципе, было бы взять на вооружение нашим руководителям, потому что есть где собираться, есть с кем говорить. И вот вы видите, представители комитета тоже, в принципе, люди интересные, и они могли бы это рассказать. В принципе, в принципе, вот сегодня, сегодня дальше мы будем учиться уже, уже сейчас с теоретикой закончим, к практикам, перейдем. Вот, и сейчас вот по образованию как раз плавно переходим к нашему следующему гостю, к доценту. Это наш гость из Политеха, ну и в Техническом институте экономика, то есть книга Алла Стефановна, кандидат экономических, ну, доцент заведующей кафедры экономика, финансы и кредит, институт экономики и управления, ну, то есть, Алла Кеттему. Добрый день. Наша задача сегодня представить вам возможность погрузиться в тему, связанную с личными финансами. Для нашего выступления мы взяли вот такой заголовок, который не совсем, на первый взгляд, соответствует тому, что заявлено в программе, но это один из возможных переводов формальных терминов на язык, доступный населению. Выступление представляю я, меня зовут Алла Стефановна и магистрант нашей кафедры, Исакова Юлия Сергеевна. Итак, житейская экономика, путь к вашему материальному благополучию. Если мы посмотрим на ту ситуацию, которая складывается сегодня, да и не сегодня тоже, следующий слайд, пожалуйста, дальше, то увидим, что предпочтение россиян меняется в зависимости от того, какая общая ситуация в экономике складывается, в плюс или в минус. Но, тем не менее, всегда остается проблема, и это наша научная проблема, которая выходит на каждого человека, каким образом человек принимает финансовые и даже общие потребительские решения. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, экономическая наука, экономическая теория разработала так называемую концепцию homo economicus, то есть человек, любой человек это рациональный экономический человек. Что это означает? И многие наши концепции на этом построены. Что человек обладает устойчивыми предпочтениями, знает, что для него лучше, что для него хуже. И всякий раз принимает оптимальные, то есть наилучшие